Предположительно, собаку застрелили на этом месте. Здесь же ранее, следовательно, нашли контейнер от патрона охотничьего ружья, а на полу видны следы крови. Щенок появился возле Тазовского дома культуры вместе со строителями, которые проводят там капремонт. Собаке было примерно 7 месяцев и все это время рабочие ее подкармливали. А так она с утра приезжаешь, дверь открываешь, она с нами заходила, по объекту ходила, обход делала утренний, записывала, потом все и целый день бег. Ну да, это наш член команды был правильный. Строители делятся. Собаку действительно любили. Даже построили будку, чтобы не мокла под дождем. Собака самая дружелюбная, никого не трогала в жизни никогда. Мы с нами играли, всегда кормили все. Местные жители говорят, что щенок дальше территории клуба не убегал и не был агрессивным. Строители предположили, что собака могла помешать главе сельсовета перед тем, как с рабочим визитом в Тазовский ДК приехал губернатор Курской области. Мы решили узнать мнение самой Натальи Горчаковой на этот счет. Я не подходила к собаке. Видите, вы человек не подходил к собаке. Нет, вы ее убили. Чем? Пальцем? У нас собака стала выше человека. Ну, что я могу сказать? Однако показания главы сельсовета и очевидцев расходятся. Об этом говорят зоозащитники, которые и предали историю огласки. Им же об этом сообщил один из строителей. Разговор мы с ним записали, и он ответил на все наши вопросы, что это было сделано, к сожалению, по инициативе главы сельсовета, которая дала распоряжение на то, чтобы собаку убрали до приезда губернатора. И после этого, когда губернатор сам узнал об этом и пьющий случай, а мы знаем о том, что Роман Владимирович любит животных, то он взял это дело под собственной контролем. Губернатор действительно остро отреагировал на происходящее. Об этом он написал в своих соцсетях и пообещал, что виновных привлекут к ответственности. Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы из приюта. Регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая. Просто так я это не оставлю. Держу ситуацию на личном контроле. Виновные понесут наказание в соответствии с законом. Пока полицейские установили, что автомобиль, на котором якобы приехал мужчина с ружьем, принадлежит главе администрации поселка. А второй человек на фото – ее водитель. Наталья Горчакова парировала. Подчиненные не причастны. Мой водитель собирал мусор около пятерочки. И машина стояла около пятерочки. Все. Тем временем правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства убийства собаки. По данному факту проводится проверка. Опрошены возможные очевидцы. В рамках проведения проверки изъято охотничье оружие, которое направлено на исследование. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. Екатерина Камаревских, Надежда Польщикова, Владислав Соболев, Сергей Малеев. События дня.